наша цель победа это ясно и чем больше вы будете помогать украине тем дольше продлится эта война так что вы не волнуйтесь у нас все спокойно почему ваша страна снова отправила сегодня 70 ракет это то что украинцы говорят против электроустановок против родильного дома против зданий на киевской стороне какова ваша цель наша цель победа это ясно и на мой взгляд я не согласен с анализом который вы провели в своих дискуссиях на съемочной площадке потому что мы забываем о бомбардировках нато бывшей югославии бомбардировках ирака это совершенно нормально это законные цели россия не преследует гражданское население она преследует инфраструктуру украины инфраструктура украины будет разрушена и украина будет отправлена в 18 век я не согласен с утверждениями о том что у россии нет успехов на местах на поле боя нет ракет не волнуйтесь наша проблема в том что мы не хотим нацеливаться на гражданское население иначе мы могли бы стереть с лица земли десятки километров поля боя теми ракетами которые у нас есть есть даже праздничный петр толстой и сегодняшний день все еще показывает это вы нацелены на мирных жителей этот роддом этот мертвый двухдневный ребенок в запорожской области какова была военная цель послушайте все что всегда есть жертвы на войне но с вашей стороны это лицемерие рассказывать о ребенке в запорожье когда в течение 8 лет вы не замечали младенцев погибших в донецке там более 200 младенцев которые погибли из-за украинских нападений на население донецка во время гражданской войны в украине а вы разве не считаете это это все равно странно и это совсем не честно и объективно по отношению к вашим зрителям но именно ваша страна сегодня месяцами бомбит украину это действительно ваша страна которая например на прошлой неделе когда произошел этот инцидент с ракетами упавшими с польской стороны признала на прошлой неделе что действительно имели место серии бомбардировок особенно объектов инфраструктуры обслуживающих гражданское население послушайте все обстрелы которые сегодня ведутся на украине это затраты на энергетическую инфраструктуру украины которая не позволит двигаться украинской армии и чем больше вы будете помогать украине тем дольше продлится эта война это очень просто и вы увидите что в любом случае россия не может проиграть войну потому что ядерные державы не проигрывают войны как вы знаете и тем быстрее мы перейдем от этой стадии разрушение инфраструктуры украины к стадии так называемых переговоров может быть не с украинцами а с теми кто принимает решение о судьбе украины и это тоже не европейский союз толстой когда вы говорите что какая-то держава переходит в стадию переговоров тем меньше будет жертв когда вы говорите что ядерная держава не проигрывает войну когда вы говорите что ядерная держава не проигрывает войну это явно угроза применения ядерного оружия. Если вам когда-нибудь станет плохо на Украине, что очевидно, так и есть. Совсем нет, совсем нет. Это не угроза. Мы не хотим использовать ядерное оружие, как это сделали союзники во время бомбардировок бывшей Югославии в 19-м. Вы использовали его. Ракеты НАТО упали на сербскую землю, и с тех пор сотни тысячи сербов болеют из-за этого. Но никто не говорит этого на телеэкранах, потому что это нехорошо для Запада, это портит имидж очень-очень хорошего и очень гуманистического человека. Так что извини, Петр Толстой, я поймаю тебя на слове. Сегодня 23 часа ночи. Ты как раз рассказывал нам о том, что происходит на Донбассе со стороны Донецка. В течение нескольких месяцев наш канал и другие французские редакции пытались узнать, что происходит в Донецке, пытались узнать, что происходит в районах, обойденных русскими. Мы никогда не получаем визы для поездок в эти районы, потому что Россия отказывает нам в доступе в эти районы. Зачем отказывать нам в доступе? Чего вы ждете? Ты отказал в визах всем россиянам. Ты слышал 11 тысяч незаконных санкций против моей страны и ждешь, что Россия примет тебя в Донецке? Но ты довольно наивен. Тебя скоро примут в Киеве или на польской границе, но не в Донецке в это время. Потому что идет война, есть солдаты, есть движение армии. Почему вы думаете, что на самом деле Россия собирается приглашать журналистов из стран, ведущих экономическую войну против нашей страны, чтобы посмотреть, как движется наша группа на фронте? Ты очень наивен, ты развязал эту войну. Еще раз, Петр Толстой. Нет, это не мы развязали эту войну. Это вы развязали эту войну, потому что все опасения по поводу безопасности, которые Россия в течение многих лет заявляла перед Европейским Союзом, перед Соединенными Штатами, перед НАТО и так далее. Ты проигнорировал себя, ты думал, что русские проиграли холодную войну? Мы можем делать все, что захотим, мы можем привести НАТО к границе России. Нет, этого не было бы. И поэтому не волнуйтесь, мы, мы не хотим переговоров там сейчас. Но, как сказал мне месье Борель, мы должны выиграть войну на местах. Мы выиграем войну на местах и переговоры на польской границе. Мы также пригласим вас, журналистов, чтобы посмотреть, как обстоят дела у украинцев внутри России. Петр Толстой, вы отступили в последние месяцы. Ваша армия отступала в последние месяцы. Вышла из Чернобыля, не смогла взять Киев и часть Харькова, а часть Керсона еще две недели назад. Отложи это отступление, и сегодня вечером ты скажешь нам, что дойдешь до Киева. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы взять Киев и, следовательно, отстранить от власти, в частности, Зеленского. Конечно. Конечно, наша цель, это ясно, это национализация и демилитаризация Украины. Это то, что вы говорите о группировке российских войск. Но ты веришь во что угодно, что Россия вывела войска из Кинстона, потому что боится украинской армии. Нет, мы должны перегруппировать войска до зимы, чтобы не подвергать риску мирных жителей, которые живут в Керсоне и большинство из которых ушли с русской армией. И чтобы не рисковать жизнями наших солдат. Мы не сумасшедшие, но Керсон – это русский город. После референдума, который недавно состоялся. И не волнуйтесь, мы собираемся вернуться в Керсон. Мы собираемся приехать в Днепр. Мы собираемся приехать в Киев. Без сомнения. В этом нет никаких сомнений. У вас нет сомнений. Есть еще один возможный сценарий, который я вам представляю. Это то, что хотят сделать украинцы. После Керсона они, очевидно, имеют в виду Крым. Они хотят вернуть свои крымские земли. Если украинцы начнут наземную военную операцию, например, в Крыму – крупномасштабную операцию. Какой будет ваша реакция? Какой будет наша реакция? Это очень просто. Крым, кстати, не был украинским. И не волнуйтесь, у российской армии достаточно сил, чтобы отбросить украинцев в этом направлении, как и в других. Украинцы в последние недели теряют тысячи солдат на местах, потому что они тщетно пытаются атаковать. И мы не хотим использовать тяжелое вооружение, которое мы можем использовать, чтобы действительно, как я вам сказал, стереть с лица земли на десятки километров вглубь Украины. Мы этого не делаем. Но если будут такие атаки, украинские военные придут на помощь российским танкам. Очевидно, это было бы трагедией для украинской армии. Ты готовишься к этому? Очевидно, к этому нападению. Там построены линии обороны. Есть окопы, которые были построены украинскими войсками на стороне Крыма. Ты готовишься к этому штурму? Мы готовимся ко всем сценариям. Но я подчеркиваю, что мы с тобой находимся в самом начале этого конфликта. Это продолжается уже много лет, и совершенно ясно, что никакой линии обороны, никакой линии разграничения на самом деле нет. Это не очень важно в этом конфликте. В этом конфликте важна военная помощь НАТО Украине. Это данные американских спутников украинской армии. Это важно. И это помощь, за которую вы заплатите цену. Это было бы не так, как вы говорите, мы заплатим, то есть, то есть, это означает, что вы заплатите. Я объясню вам, как вы собираетесь платить эту цену там. Это было бы дорого для европейского среднего класса. Для Европейского Союза, который погрузится в экономический кризис. для политиков, которые сегодня голосуют за санкции против России. Европейский парламент говорит, что мы находимся в террористическом состоянии и так далее. Все эти люди окажутся на свалке истории, а те, кто их обменяет, через три или через пять лет будут стоять в очереди на переговоры с Россией. Не забывай, что Россия самая большая страна в Европе, и у нас дважды была война с Европой, в первый раз мы закончили ее в Париже, а во второй – в Берлине. Поэтому, когда я говорю, что вчера это была наша цель, это все еще очень скромно. Но вы заплатите цену за эту поддержку Украины своей экономикой, ливнем раз в неделю против Путина и другими экономическими последствиями. Инфляция, цены на газ, цены на электроэнергию. Я не хочу тебе рассказывать. Ты увидишь, и мы можем вернуться к этому собеседованию через несколько месяцев, чтобы сказать, был ли я неправ. Пьер Тольштейн, к вам вопрос от одного из наших гостей на съемочной площадке, в данном случае от Гиома Анселя. Добрый вечер, месье. У вас очень красивое имя, но вы ведете грязную войну. Вы погубили десятки тысяч молодых людей. Вы сами когда-нибудь воевали? Конечно, я воевал не как военный, но я воевал это конечно. Но нет. Так, что это за война? Я знаю, что это за война. И у тебя нет никакого права приближаться ко мне. Жизни десятков тысяч молодых людей, потому что вы сами со своей псевдо-гуманистической риторикой уже убили сотни тысяч людей по всему миру, не только в Ливии, Ираке, Афганистане. Ты ответил на мой вопрос. Я просто хотел знать, осознаешь ли ты, что убиваешь. И я понимаю, что ты никогда не участвовал в войне. Без сомнения, именно поэтому ты произносишь такие речи. Большое тебе спасибо. Я только что вернулся с фронта, со стороны Сматова из Белгорода. Я видел наших солдат. Я знаю, что такое война, и я хорошо знаю, что это не на месяцы вперед, а на годы. Так что готовься со всеми своими моральными упреками и так далее. Готовься хорошо, потому что у тебя еще есть время впереди. Но, Петр Толстой, прости. Тогда я предоставлю слово Улиссу Гассету через секунду, чтобы мы поговорили о Владимире Путине. Есть одна вещь, которая меня беспокоит в ваших сегодняшних словах. Как ни странно, похоже, это доставляет вам удовольствие. Пусть это продлится долгие годы, пусть будут страдания с украинской стороны, но пусть будут страдания и с российской стороны у вас дома. Будь то среди ваших военнослужащих или среди вашего населения, которое также страдает сегодня. Послушай о восьми годах, когда украинцы стреляли в детей Донбасса. Мы не страдали все эти годы, когда миллионы русских подвергались дискриминации на Украине, были лишены своего языка, были лишены своего. История, она не страдает. Кому принадлежала Украина? Донбасс, который принадлежал Украине? Ты пошел. Ты аннексировал Украину вопреки всем международным законам. Ты аннексировал Крым, ты аннексировал Донбасс вопреки всем международным законам. Нет, но у тебя в голове все еще есть границы, которые были нарисованы Лениным и Сталином. Но мы говорим о людях, о русских, которые перед миллионами, о русских, которых украинские националисты поставили на колени с момента существования независимой Украины. Независимая Украина, которой Россия в течение 20 лет субсидировала очень низкую цену на газ, при поддержке их суверенитета и так далее. Так что к тому времени, когда все закончится, все закончится. Украинцы. Теперь они думают, что они оккупированы и так далее. Мы докажем, что это не так. Улисс Госит. Вопрос к вам? Пьетро Толстой. Когда Владимир Путин аннексировал Ла Крине в 2014 году, он был на пороге своей популярности. Он действительно был очень популярен в России сегодня. С этой войной в 2022 году, войной, которая, кстати, на Украине не называется войной. Сегодня в России официально Путин в беде. Он даже не смог поехать на саммит Большой двадцатки, чтобы представлять Российскую Федерацию. Китай сам предупреждает о перспективе ядерной войны, которую он осуждает. В чем, на ваш взгляд, сегодня заключается успех Путина в этой военной авантюре, которая осуждается практически повсеместно, и которая заставляет опасаться возобновления войны в Европе, а не только на Украине? Улисс, спасибо за ваш вопрос. Я не совсем согласен с вами, потому что, когда вы говорите об изоляции России, об ослаблении, изоляции Путина и так далее, это очень западный взгляд. На саммитах по ветрам Путин не участвовал, потому что, очевидно, он президент страны, которая проводит военную операцию. В то время как министр иностранных дел очень хорошо поговорил со своими коллегами из Китая и Индонезии, Анды и так далее. Значит, у вас есть представление о Западной Европе, о маленьких кусочках Европы географически, которые думают, что именно вы являетесь всем миром. Нет, это не так. Путин не страдает. Уверяю вас, Путин не страдает и даже не думает обо всех этих идеях бойкота и изоляции России. Конечно, вы хотите изоляции России, но это не так. Потому что сегодня вы не думаете, что Путину сегодня трудно заставить согласиться на эту войну против братского народа. Вернемся к российской пропаганде против украинцев, которые еще несколько десятков лет назад были частью бывшего СССР. Неужели ему не трудно рассказать об этом своим соотечественникам? Ведите войну против украинцев, и разве его популярность не падает? А как вы объясните, что эмиграционное движение за пределы России в Грузию, на Запад, является крупнейшим со времен революции 1917 года? Улисс, уверяю вас, война – это ответственность и долг любого лидера любой страны. Если, например, Франция начнет войну в Африке, французский президент, возможно, тоже будет обеспокоен этим. Но что касается ваших иллюзий относительно популярности Путина, уверяю вас, что уровень его доверия даже выше, чем на момент возвращения Крыма в состав России. А во-вторых, это не совсем точно. Это не совсем точно? Это не совсем точно. Да, если вы говорите об эмиграции, о молодых людях, которые напуганы, и, следовательно, о нескольких десятках тысяч молодых людей, уехавших в соседние страны. Там они уехали несколько месяцев назад. Большинство из них пытаются вернуться в Россию, потому что они не нашли средств для продолжения жизни в Грузии или Казахстане. Скорее, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек. И, извините, у нас тоже есть наша цифра. Например, о тех русских, которые это разместили. Это цифры российского банка, который разместил деньги за границей. Это тоже улетает. С начала войны мы разместили за границей 30 миллиардов. Очевидность за отсутствие доверия к российской системе. Нет, это цифры. К сожалению, для цифр центрального банка размещение финансов. Это цифры такие большие, потому что сегодня у нас нет возможности обменять деньги в России из-за западных санкций. Так что эта цифра очень большая, но это не цифры. Это не деньги людей, это деньги корпораций, а деньги, которые компании держат у меня на Западе, чтобы платить по кредитам и процентным ставкам по кредитам. Это одно, второе, сотни тысяч. Нет, у вас нет статистики. Мы видели всех, кто пересек границу. У нас есть статистика. Речь идет даже не о ста тысячах. Вот в чем дело. Извини, но некоторые страны вокруг тебя... Некоторые страны вокруг тебя дают статистику, которая превышает 100-0, но цифры не очень хорошие, их нужно проверить. Ветр Толстой, я возвращаюсь к Владимиру Путину. Сегодня вечером у нас есть эти заявления одного из советников Владимира Зеленского-Врестовича, который говорит, что Путин боится за свою жизнь, если проиграет войну. По крайней мере, в сознании россиян это означает, что это конец. Конец для него в политическом смысле и даже, возможно, в физическом смысле. Путин напуган. На мой взгляд, у России нет никаких шансов проиграть войну. Я уже говорил вам об этом с самого начала, поэтому, на мой взгляд, Путину нечего терять. И мы еще не начали эту войну. Мы только начали специальную военную операцию, спасая жизни мирных жителей. Что мы делаем до сих пор? Я надеюсь, что расходы на украинскую энергетическую инфраструктуру принесут пользу мирным жителям, которые сегодня находятся в городах, возможно, в деревнях. И это спасет их жизни, когда российские войска войдут в города. Так что это веский аргумент для вас. Может быть новый, но в любом случае, извините. Но это не та реакция, которую мы видим и которую описывают наши репортеры на месте, когда они берут интервью у населения, фактически освобожденного от российской оккупации. Как это было в последнее время? Конечно. Конечно, репортеров на месте уже лишили аккредитации из-за того, что они брали интервью у россиян, которые сожалели об уходе российских войск. Тогда украинцы со свободой слова. Извините меня, это действительно так. Я не знаю, о чем вы говорите, но только об одном. У меня к вам еще два вопроса. Петр Толстой, сегодня вечером мы хорошо поняли, что вашей военной целью остается полная оккупация Украины. Вы говорите, мы пойдем на Киев, мы дойдем до польской границы. Ты мог бы пересечь эту границу там? Ты мог бы перенести эту войну за пределы территории Украины? Но по какой причине? Так ты говоришь, нет, по какой причине? По какой причине? Вы, очевидно, в своей речи, которую вы произносите сегодня вечером, явно выражаете ненависть к украинцам, но также и откровенную оппозицию по отношению к НАТО, по отношению к Европейскому Союзу. В речах, которые вы произнесли нам сегодня вечером, у вас может возникнуть соблазн пойти, например, дальше польских границ. Я подчеркиваю, что не мы стоим у истоков этой оппозиции. Это НАТО, это Европейский Союз, который сегодня направляет тяжелое вооружение на Украину, который, например, стреляет по российским городам. Так что это не наша вина, это ваша вина. Это в первую очередь. Во-вторых, очевидно, что во всех войнах есть момент, когда нужно остановиться, начать переговоры и так далее. Но сейчас, на мой взгляд, сейчас не время. И не волнуйтесь, мы не собираемся въезжать на польские территории. Мы оставим поляков в Европейском Союзе, с поляками все было бы кончено быстрее. И поэтому у меня нет ненависти к украинцам, потому что я наполовину украинец и люблю Украину. Киев – это город, в котором родился мой прадед. И я не хочу позволять господину Зеленскому и всей его банде или европейцам оккупировать мой город. Киев, допустим, у вас есть странный способ показать любовь, которую вы испытываете к украинскому народу. Последний вопрос, Лиз Госит. Это не странный способ. Это смена политического режима, поддерживаемого европейцами, то есть вами в стране, которая вам не принадлежит. Вопрос о жизни в моей стране? Я родился в этой стране, это моя страна. Почему не наша страна? Это моя страна. Но вы говорите о границах, которые были определены нацистами и Сталином внутри Советского Союза? И вы считаете, что эти границы служат чему-то для 20 миллионов русских, которые живут на Украине и которые сегодня все еще находятся под прессом украинских националистов? У Лиз последний вопрос. Я все же напомню, что вопрос о независимости Украины был решен с Борисом Ельциным, который в то время был очень близок к Владимиру Путину. И именно так Российская Федерация стала такой, какая она есть сегодня. Так что вопрос к господину, есть ли у вас ощущение, что он собирается создать свою собственную партию? Он представляет угрозу для главы Кремля? Тебя беспокоит этот приход к власти этого человека, у которого сейчас практически частная армия, у которой много средств, как военных, так и полицейских? Средства в интернете? Это беспокоит? Это угроза стабильности режима Владимира Путина? Верно? У Лиз, это все еще предположение, к сожалению, далекое от реальности. Месье Плегот. Это правда, что у него могут быть связи с батальонами, добровольцами, которые сегодня сражаются на фронте недалеко от Донецка. И которые убили многих поляков, американских наемников, англичан. Все эти люди, которые хотят бороться за украинскую демократию против русских. Это правда, что он не берет пленных. Это одно вызывает ненависть к нему. И все эти предположения немного странные. Потому что я его знаю. Он очень храбрый и очень хороший человек. Их оснований думать, что он представляет какую-либо угрозу Путину или какому-либо режиму российской власти. Так что вы не волнуйтесь, у нас все спокойно. Большое спасибо Петру Толстому за то, что он был с нами в прямом эфире.